Небанальная кухня Павлова Любимая крупа Петра Первого – жемчужина российского стола. Да, и эта жемчужина сегодня здесь. Почему жемчужина? Потому что обычная перловка, всем вам знакомая, похожа на жемчуг. И действительно, это так, она очень полезная, очень вкусная и очень питательная. Давайте небанально приготовим сегодня что-нибудь интересное и вкусное. Я предлагаю приготовить сегодня запеканку из перловки с грибами и сливками. Очень будет вкусно, очень просто и интересно. Итак, вот мой жемчуг, смотрите, вот он. У меня в стакане лежит жемчуг. Я его насыпаю вот таким образом в кастрюлю, заливаю немного водой. Потому что даже этот прекрасный продукт все равно требует обработки. Ее надо промыть, проще говоря, от всяких ненужных мелочей, от песка, который может попадаться вам в любой крупе, не только в этой. Вот так можно руками немного ее даже пожамхать. Вот. Отлично. Вода помутнела, я сливаю воду. И уже могу ставить на плиту. Итак, включаю плиту. Ставлю на огонь. Сразу я посолю воду для того, чтобы перловка была доведена до вкуса. Как делают запеканку? Запеканку делают из творога, запеканку делают из картофеля. Да множество рецептов с запеканкой. Но запеканка из перловки, да, это обычная крупа, которая продается у вас в магазине, на рынке, где угодно. Стоит она относительно дешево. Но по сравнению с питательностью со своей, она, конечно, идет на первом месте. Да, друзья. Поэтому давайте расширим рамки нашего привычного кулинарного кругозора и возьмем обычные продукты и сделаем интересное, небанальное блюдо, которое понравится. Но я думаю, что всей семье это точно понравится. Итак, лук. Немного я его промою. Шампиньоны. Посмотрите, вот такие шампиньоны мне сегодня принесли. Можно взять обычные грибы, которые у вас есть под рукой. Шампиньоны не моют. Вот шампиньоны просто очищают от кожицы, от верхней, вот так вот, смотрите, пальцами взяли и сняли, как скальп с индейцев раньше снимали. Вот так же. Таким вот образом я очищу грибы, которые будут очень прекрасно гармонировать с перловкой. Перловка действительно, перловка действительно, как сказал вначале, была любимой кашей Петра Первого. От жемчужины получила название своё, это замечательная крупа. Она посвольствована своим действительно очень богатым витаминами, минеральными веществами. Перловка – это мощный антиоксидант, который помогает вашему организму справляться с тяжёлыми болезнями и держать ваш организм полностью в тонусе. Действительно, я не шучу, посмотрите, откройте интернет, почитайте про эту крупу, и вы найдёте очень много удивительных вещей про неё. Итак, очень простое, быстрое блюдо. Я думаю, все продукты, которые я использую сегодня, они будут у вас в наличии, поэтому ничего сверхъестественного я не придумаю. Я просто хочу дать вторую жизнь этой забытой крупе. Между прочим, у неё есть уникальное свойство – она может расти на высоте 5000 метров. Вы представляете, что это такое? Я ещё не знаю, какой, наверное, продукт можно вырастить на такой высоте. А вот перловая крупа, она вполне возможно хорошо там произрастает и чувствует себя тоже прекрасно. Ну что ж, мне нужна будет сковородка. Вот такая сковорода. Я включаю плиту. И сейчас я буду обжаривать грибы, которые я почистил с луком и чесноком. Смотрите, грибы я режу достаточно крупно, потому что они очень быстро ужариваются. У них очень много влаги, поэтому их надо резать крупно, чтобы человек видел, что он ест. Оп, не дочистил. Вот таким образом нарезаю на треугольнички. Как угодно называйте. Чесночок, треугольничек. Смотрите, перловая крупа у меня уже вовсю кипит. Добавляю растительное масло. Вот так. И также можно использовать, на самом деле, ножки шампиньонов. Ничего в этом страшного нет. Просто вот так вот их порезать. И они никак не испортят мою запеканку. Перловка сегодня будет играть основную роль у меня на кухне. Потому что благодаря этой крупе теряют лишний вес. На самом деле, очень много монодиет, в которых используется перловая крупа. И люди, несмотря на то, что перловая крупа считается тяжелым продуктом, они действительно сбрасывают вес и теряют очень много калорий. Поэтому обратите на это внимание. Тучным людям очень часто надо использовать перловую крупу в рационе, чтобы привести себя в порядок. Поэтому перед летом, я думаю, надо плотно наседать на эту крупу, чтобы выглядеть здоровым и подтянутым. Ну что ж, и сейчас я режу лук. Ну, конечно, лук. Я взял лук, потому что грибы с луком, мне кажется, это сочетание, ну, как гитара и струны. Вы знаете, как можно грибы без лука? Да никак. И сюда я еще добавляю перловку. Да, друзья, не переключайтесь, вы не думайте, что это будет как-то несъедобно. Это будет очень вкусно и не банально, поверьте мне. Итак, я закидываю лучиано. Смотрите, зашкварчало все. Лук закидываю на сковороду. Обжаривается у меня лук. Сейчас туда поедут у меня грибы вместе с чесноком. Добавляю чеснок. Возьму петрушку из своего волшебного стакана. Она постоянно у меня здесь растет. Очень здорово, что есть такой стакан у меня здесь. Итак, вот так вот я возьму стебли толстые, уберу и порежу петрушку. В принципе, ничего сложного. Я думаю, что у всех у вас дома есть перловая крупа, есть зелень. Грибы можно абсолютно свободно купить. Чеснок, ну, это понятно, с луком. Но все же есть. Почему не приготовить что-то новое, что-то небанальное и в то же время простое? Скажите мне, почему? Что мешает? Я думаю, что абсолютно ничего не мешает, поэтому давайте экспериментировать. И у нас все получится. Итак, я беру терочку и натираю на мелкой терке сыр. Можно натереть на крупный, как вам угодно. Кстати, еще немного о перловке. Вы представляете, что одним из древнейших алкогольных напитков было пиво, сваренное, как вы думаете, на чем? Да, да, на ячмене, вот на этой обычной перловке, которую я сейчас варю в кастрюле. Вот, представляете, незаслуженно забытая крупа. У нее такая богатая история, да? Я не думаю, что многие об этом знают. Ну, о ее полезности, конечно, можно говорить, наверное, часами. Многие говорят, наверное, что если употреблять перловку в каких-то, может быть, неразумных количествах больших, она будет вредна для желудка, но могу вас успокоить, что это не так. Так, вот я обжариваю грибы, они у меня уже практически готовы. Да, они уже готовы. Сейчас они мне дойдут. Вот так, отлично. Добавляю к ним... Добавляю к ним петрушку. И, в принципе, наверное, все. Наверное, с грибами, наверное, уже можно соканчивать. Они у меня уже обжарились. Напоминаю, что здесь лук, чеснок, грибы. В соседней кастрюльке у меня приятно бурлит перловая крупа. И теперь что я сделаю? Я пересыплю грибы вот в такую симпатичную мисочку для того, чтобы мне в последующем сделать с этими грибами фантастическую перловую запеканку. Вот так. Ну что ж, грибы с луком я уже пожарил. Добавил зелень, сыр натер, подготовил сметану, сливки, куриное яйцо. Это все нужно мне будет для того, чтобы я приготовил волшебно вкусную, небанальную запеканку из перловки. Осталось только дождаться, пока сварится сама перловка. Небанальная кухня Павлова Ну что, вы еще не убежали от своих экранов? Ну и здорово. Перловка у меня уже сварилась. Все есть и можно уже собирать мою запеканку. Для этого мне потребуется вот такая, наверное, форма. Добавлю немного масла. Вот так можно прям пальцами смазать. Ничего страшного. Масло очень полезно для рук. Потом вот так вот сделали и все. Опа, и ногти блестят. Итак, перловка сварилась. Я нижний слой делаю из перловой крупы. Вот так вот. Сейчас можно будет здесь проявить фантазию свою. Это как селедка под шубу, только из перловки. Можете добавлять разные компоненты по-разному, да? Добавлю немного сыра. Добавляю сыр само сначала для того, чтобы он растворился в перловке, и она была более упругой. Теперь беру сметану. Вот так ложечку сметаны возьму. Добавлю ее к грибам. Ой, как это все вкусно, а? Вот как это все вкусно, ребят. Честно вам скажу, поперчу немного. Возьму соли, выключу плиту. Оп. Так. И выкладываю ее сверху на сыр. Вот такая штука получается классная. Ммм. Опять добавляю немного перловой крупы. Полноценное блюдо. Не нужен никакой гарнир абсолютно. То есть есть хорошая питательная перловая крупа, грибы, которые очень долго, кстати, перевариваются. Сметана. Поэтому если вы приготовите себе такое блюдо, я думаю, больше ничего вам уже сегодня не захочется, так это точно. И продукты все недорогие, заметьте, да? Все продукты доступные, недорогие. Все можно всегда купить в магазинах. И вот так раскидываю сыр опять немного. Сверху засыпаю остатки грибов. Вот таким образом. И теперь что я сделаю? Для того, чтобы моя запеканка имела привлекательный вид, я сделаю небольшую такую, ну, с позволения сказать, замазку, что ли. Я возьму яйцо. Вот так. Прямо сюда, в эту тарелку, где у меня замешивалась сметана. Яйцо вот так вот я взобью немного. Опять же, сюда можно добавить либо сметану, либо сливки. Если у вас нет сливок, обойдетесь одной сметаной. Если у вас нет сметаны, обойдетесь одними сливками. А если у вас вообще ничего нет, ну, тогда не знаю, да, что делать. Тогда сыром присыпьте, и все нормально будет. Но поскольку у меня сегодня есть и сливки, и сметана, можно добавить сливок. И теперь вот в эту массу я добавлю немного сыра, чуть-чуть. Поперчу ее. Поперчу ее, посолю ее. И перемешаю. Все. Все, ребят, смотрите. Перловка, грибы, зелень, овощи. Все продукты нам знакомы. Но почему мы не используем перловую крупу, допустим, да, в другом ракурсе? Не банально. Не банально смотрим на вещи. Хватит уже эти рассольники. Хватит эти грибные супы. Когда перловка может получить вторую жизнь вот в таком простом, всем знакомом и доступном блюде. Мне кажется, все, ну, практически все любят запеканку. Русский человек любит запеканки. Запеканка с перловкой тоже имеет место, имеет право на жизнь. Поэтому вот это чудо отправляется в духовку на 180 градусов, буквально там минут на 8-10 для того, чтобы запеклась сверху корочка. Итак, ба-бах. Ставлю. Ну что ж, запеканку я отправил в духовку буквально на 8-10 минут, поэтому попейте кофейку, и она уже будет готова. Ну что ж, прошло 8 минут, и запеканка готова, можно уже доставать ее. Поэтому я беру рукавицы столевара и достаю из духовки прекрасную запеканку. Посмотрите, посмотрите, что получилось. А, огонь в огне. Ну что, здорово? Посмотрите, какая прелесть. Такую запеканку можно есть как на завтрак, как и на обед. Кому-то даже, может быть, и на ужин. Хотя она вряд ли достанется, я думаю, если ее приготовят, и кто-то увидит ее первым. Ну что ж, здорово. Здорово. Сейчас только я переложу ее на тарелку. Значит, разрезаю ее вот таким вот на 4 части. Для того, чтобы мне аккуратненько ее достать. Опа. А я даже... Я даже два кусочка, я думаю, положу ее, чтобы было совсем хорошо. Вот так вот. Царское блюдо. Поистине царское блюдо с перловой крупой. Кто бы мог подумать, да, что запеканку с перловой крупой можно сделать. Сейчас я попробую, что же здесь в итоге. Очень хорошо. Очень. Прекрасно. Я, пожалуй, только добавлю немного сметаны. Черри возьму. Положу сверху черри-помидоры. И пару листиков вот так щедро петрушки. Ну и на тарелку буквально покапаю там пару капель маслица для того, чтобы было красиво. Отлично. Ну что ж, вот такая замечательная запеканка с перловой крупой и грибами у меня получилась. Это вкусно, это здорово, это не банально. Почувствуй себя Петром Первым. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok